Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму вишни без косточек в собственном соку. Такую заготовку сделать совсем не сложно. Нужны только вишни и немного сахара. В результате получим чудесную консервацию, которую потом можно использовать как начинку для любых пирогов и вареников, а также приготовить из неё вкусный десерт. Самое сложное в этом рецепте это удалить из ягод косточки. Но это не проблема. Специально для вас мы сняли видео о том, как быстро удалить косточки из вишен подручными средствами. Там есть целых 5 способов. Выбирайте, какой вам больше понравится. Ссылка на этот ролик есть в подсказках, а также в описании под видео. Итак, косточки из вишен извлечены, будем закрывать. Точное количество необходимых ингредиентов указано, как обычно, в описании под видео. Берём чисто вымытые банки, стерилизовать не нужно, и плотно наполняем их подготовленными ягодами. При этом пересыпаем сахаром. Такую процедуру повторяем, пока не закончатся все ингредиенты. Выделившийся сок тоже распределяем по баночкам. Дальше прикрываем банки крышками и устанавливаем их в кастрюлю, на дно которой нужно положить силиконовый коврик или обычное полотенце. Заливаем по плечике водой комнатной температуры и отправляем на умеренный огонь. Ждём, пока закипит и стерилизуем 15 минут. Время засекаем с того момента, когда в банках пойдут мелкие пузырьки. Затем банки закатываем. Переворачиваем. Накрываем. И даём так полностью остыть. Вот и всё. Вишни на зиму в собственном соку готовы. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!